Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Филатова. В эфире программа «Стеклянный дом». И сегодня вместе с нашей гостьей Мариной мы покажем, как вырастить дерево счастья. Марина Самылкина родилась в Красночитайском районе в Чувашии. С детства любила что-то мастерить, вышивать, создавать мягкие игрушки и аппликации. Но профессию выбрала далекую от творчества. Считает, что работа в банке хорошо дисциплинирует и формирует терпение. Но в жизни любого человека должно быть и место для хобби. Несколько лет назад Марина открыла для себя удивительный мир топиарев. С тех пор лучшим подарком для близких друзей и коллег стали миниатюрные деревья. Марина любит путешествовать, посетила 12 стран мира, планирует побывать в Париже и в Венеции. Марина, что это за дерево, для чего оно нужно? Неужели правда для счастья? Тепиария сегодня широко используются в интерьере. Ими украшают как квартиры, так офисы. Очень часто вижу, что сегодня тепиария применяют для декорирования витрин. Такие витрины привлекают к себе внимание, смотрятся очень эффектно. Тепиария используются в садах, как элемент ландшафтного дизайна. То есть простор для творчества огромный. Марина, что нам нужно для того, чтобы сделать вот такое прекрасное дерево? Для того, чтобы сделать дерево, нам прежде всего нужно кашпо. Вот такое керамическое кашпо. Мы приготовили уже основу, залили его гипсом. Я расскажу кратко, как делается эта основа. То есть мы берем гипс, разбавляем его водичкой для состояния густой сметаны. Мы втыкаем туда такой ствол. Можно собрать любые ветки, которые под ногами, высушить, отполировать, покрасить. И пенопластовый шар. Здесь, наверное, нужно сказать про пропорции, которые используются при изготовлении тепиария. Диаметр этого шара пенопластового должен примерно совпадать с диаметром кашпо. Для декорирования этого шара, это основное, мы используем цветы декоративные, такие красивые, в данном случае розового цвета. Органзу флористическую зеленую и добавим немножечко розовой органзы. Сизаль натуральный материал, тоже зеленый цвет, но оттенок отличается. Для декорирования основы мы будем использовать таких птичек. Я их называю голубки. Вот таким образом мы их расположим. Можно использовать различных бабочек, божьих коровок, что душе угодно. И инструменты. Ножницы, английские булавки и клей-пистолет. Начнем с того, что сделаем заготовки. Предлагаю начать сизаль. Сделаем такие шарики, как вот здесь вот на дереве. Марина, пока крутим шарики, расскажи, как эти маленькие деревца вошли в твою жизнь. Случилось это где-то 4 года назад. Пошла на мастер-класс и очень вдохновилась идеей создания подобных деревьев. И можно сказать, с тех пор я не останавливалась. Вот скажи, где ты черпаешь вдохновение, приходя домой вечером, не знаю, может быть по выходным? Вдохновение черпаю из жизни от общения с близкими и любимыми людьми, от путешествий, от выездов на природу, от книг, музыки, от чего угодно. Вообще, иногда идеи, я даже не знаю, откуда появляются идеи, просто вижу, допустим, кашпо в магазине. И вот я понимаю, что вот здесь я хочу сделать такой-то пиарий. Даже иногда необъяснимо, откуда оно, это вдохновение берется. Ты заговорила о путешествиях, столько стран уже объездила. Вот скажи, какие страны запомнились больше всего? Сколько их вообще? И какая, может быть, страна самое большое впечатление произвела? Началось все с Египта, Турции, как у наших многих российских туристов. Потом были европейские страны, Чехия, Польша, Германия, Прибалтика, Кипр. Самое запоминающееся, наверное, путешествие – это поездка во Вьетнам. Эта поездка была совсем недавно, в мае этого года мы ездили с друзьями. Страна очень запомнилась своим климатом, своим потрясающим морем, людьми. Там очень хорошие люди, они очень заботливые, очень хорошо относятся к российским туристам, приятно там находиться. Запомнились фрукты, которые там на каждом шагу. У меня эта манго сочная, вкусная снизу до сих пор. Кажется, мы накрутили необходимое количество шариков. Что мы с ними теперь делаем? Сейчас мы их будем прикреплять на основу, на нашу крону. Для этого нам понадобится клей-пистолет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее приступаем к следующему элементу. Будем размещать цветочки на шарике. Марина, а вообще какие цветы можно использовать для создания тапиариев? Можно использовать различные цветы, как в данном случае, искусственные, декоративные цветы, сухоцветы, как на том дереве. Можно использовать оживые цветы, тоже получается очень красиво. Опять же, простор для творчества огромный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кстати, о цветах. Спонсор нашей программы – магазин цветов «Фитолайн». Цветы и чувства практически неразделимы. Уже 15 лет «Фитолайн» стоит на страже хрупкой красоты. Флористы салона помогают посетителям выражать свои эмоции с помощью цветочных композиций. Большой ассортимент традиционных экзотических растений, применение современных технологий в цветочном оформлении и многолетний опыт сотрудников сделают любое ваше торжество незабываемым. «Фитолайн» – это больше, чем салон цветов. Здесь вы найдете подарки и сувениры, а также готовые варианты интерьерного фитодизайна. «Фитолайн» – надежный спутник вашего праздника. Итак, мы украсили цветами нашу крону. Далее приступаем к следующему этапу – это к органзе. Разрежем ее на мелкие кусочки. Всего нам понадобится где-то полтора, может быть, два метра органзы. Процесс подготовки органзы очень увлекает. Мне он нравится, если честно, больше всего. Я люблю так вечером включить какой-нибудь фильм и под него сидеть, соединять, делать листочки. Скажи, пожалуйста, а ты с кем-то делишься вообще своему мастерству? Да, я провожу мастер-классы не так часто, как хотелось бы, как для детей, так и для взрослых. То есть у нас был новогодний мастер-класс, перед Пасхой мы проводили мастер-класс. Далее, вот, что мы делаем. Смотри же, у тебя прямоугольник. Берем кусочек органзы, складываем его пополам таким образом, чтобы было два уголочка. И как в детстве делали самолетики. Складываем вот так вот крылышки и пополам. Вот таким образом. Берем булавочку, встыкаем булавочку. И готов у нас такой листочек. Будем делать, использовать не только зеленого цвета органзу, но и розового цвета. Вот у нас она лежит. А вот вместо органзы еще, чем можно заполнять вот это пространство? Сухоцветами, цветами, фруктами декоративными. Можно делать кофейные тапиари, но кофе лучше ничем не разбавлять. То есть, если кофе, то только кофе. А поверх кофе уже можно что-то там, цветочки добавить. Тапиари родом из Египта. Первоначально это были миниатюрные живые деревья, умело выстриженные мастерами. Как изменилось это искусство? Спустя века узнаете в нашей рубрике «Факт». Считается, что тапиарий появился в стародревней Греции. Из кронодеревья в садовнике вырезали не только геометрические фигуры, но и фигуры животных, лабиринты и узоры. В 16-17 веках искусство тапиариев пережило свой расцвет. Растительная архитектура стала популярнее садовой флористики. В Россию мода на это искусство пришла в начале 18 века. И здесь русские художники проявили свое мастерство. Фигуры зверей, птиц, людей из кронодеревьев и кустарников впечатляли. Но в скором времени интерес к диковинному ремеслу пропал. В наше время искусство создания тапиариев обретает новые грани. Мастера все больше отдают предпочтение созданию небольших декоративных деревьев. Как правило, ими украшают интерьер. Многие люди верят в то, что это дерево приносит счастье. Итак, мы приготовили заготовку из органзы. Вот такие у нас получились штучки. И сейчас ими будем заполнять пространство незаполненное нашего шара. Мне кажется, очень хорошо, что мы сегодня вдвоем. И это будет быстрее. Начнем с одной стороны, с другой. Будем зеленый перемешку с розовым. Такать? Это будет наша крона. Поехали. То есть берем иголочку, да, и втыкаем пенопластовый шар. Порядочку. Марина, вот говорят, форма шара приносит счастье. В принципе, и поэтому дерево так и называется. Деревом счастья. Скажи, пожалуйста, а вот какая еще форма бывает у тапиария? Вообще фантазия здесь может ограничиваться или нет? Фантазия как раз не может ограничиваться. Можно использовать любые формы. И хоть квадратные, хоть треугольные я делаю в форме сердца еще. Для создания тапиария можно использовать совершенно разные материалы. Это могут быть не только цветы, кофейные зерна, ткань, но и, например, бусины, ракушки, листья деревьев, шишки и даже деньги. Все зависит только от фантазии мастера. Популярность обретают и необычные летающие тапиарии. В их основе используют посуду. Блюдце с чашкой. Крону. В форме сердца как раз я делаю кофейную крону. Получается очень красиво. А насчет формы шара приносит счастье. Ну, мне кажется, шар не может принести счастье. Счастье – это что-то более глубокое. Ну, просто как любая вещь, созданная своими руками, делает наш дом, наше пространство уютнее. В этом и есть счастье, мне кажется. Музыка. 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 Вот такое дерево у нас получилось. Этим тапиарем можно обкрасить любое пространство, любую комнату, как вариант, гостиную в вашей квартире или дома. Марина, есть пожелания для начинающих тапиаристов? Я надеюсь, что сегодняшний мастер-класс вдохновит кого-то на создание тапиарев, таких или, возможно, других. Желаю творить, не стесняться, пустить все творчество в вашу жизнь. Марина, спасибо тебе большое за мастер-класс. Наша программа подошла к концу, а стеклянный домик пополнился своим новым мастер-классом. Свои предложения по мастер-классам и заявке на участие вы можете оставлять в группе ВКонтакте программы «Стеклянный дом» или звонить по телефону 64 10 55. Музыка. Стать обладателем дерева счастья может каждый из вас. Заходите в группу ВКонтакте программы «Стеклянный дом» и участвуйте в розыгрыше. Подробности узнаете там же. Музыка.